В последние годы в Китае растёт число детей, пострадавших от вакцинации. Многие из них становятся инвалидами на всю жизнь. Эту проблему на днях подняла городская газета Наньфань, опубликовав на восьми страницах экспертную статью под названием «Вакцинная война». В публикации анализируются причины возникновения этой проблемы. Среди них плохое управление, монополия в сфере медицинских услуг, недостаток надзора и коррупция чиновников. По статистике властей, ежегодно в Китае осуществляется около миллиарда вакцинаций. При этом неблагоприятная реакция наблюдается в одном-двух случаях на миллион. То есть, по официальным данным, от осложнений страдает около тысячи детей в год. Однако некоторые эксперты говорят, что эти цифры сильно занижены. Так считает и бывший глава информационного отдела при Минздраве провинции Шанси Чэнь Тауань. «Многие базовые научные требования к использованию вакцин до сих пор не были выполнены. При хранении, транспортировке, продаже и на всех уровнях управления много пробелов, которые увеличивают вероятность нездоровой реакции. В статье сообщается, что методы производства вакцин в стране сильно отстают от передовых в мире. Здесь в основном используют мановалентные и живые ослабленные препараты. Многие готовятся по технологиям 60-х годов прошлого века, от которых на Западе давно отказались. Главной причиной такого положения дел Чэнь Тауань считает установившуюся в стране монополию на рынке вакцин. По его словам, отрасль полностью в руках главных игроков, шести ведущих государственных институтов биологических продуктов и национальной китайской корпорации Биотек. Заняв выгодные позиции, чиновники намеренно не дают развиваться рынку в соответствии с потребностями потребителей и мировыми тенденциями. «В Китае есть законы против недобросовестной конкуренции и антимонопольное законодательство. Однако их не соблюдают. Это показывает, что власть стоит над законами. Покровительство монополии не позволяет развиваться технологиям. Если сломать монополию, то технологии начнут развиваться естественным образом. В противном случае они не выживают». За последние годы случаи мошенничества с вакцинами были выявлены в ряде провинций, однако официально ответственность за них никто не понёс. При этом компенсации выплатили лишь единицам пострадавших детей. Это вызвало народные протесты.